День Невского проспекта Утром на Невском проспекте нищие, к ним кидают вчерашние чертские пирогин Идут рабочие мужики, старухи, сонный чиновник проплетется для них в Невский не цель Они заняты собой, а не им Двенадцать часов на Невский проспект совершают на линии английские и французские гувернеры со своими питомцами И здесь на два часа это педагогический Невский проспект Два часа Невский принадлежит фронтам, а мы здесь целая высота Которая редеет к трем часам В три часа Невский проспект становится весной Здесь появляются чиновники в зеленых вице-мандирах На вечер на улицу города выходят холостяки не только, чтобы заглядывать под шляпки дамы КОНЕЦ КОНЕЦ Этот молодой человек был художник Это большую частью добрый, круткий народ Застенчивый, беспечный, тихо любящий свое искусство Пьющий чай для наприятия в своей маленькой комнате Он вечно зазовет к себе какую-нибудь старуху И заставит ее просидеть в битых шесть часов Чтобы перевести на полотно ее жалкую бесчувственную мину Он рисует перспективы в своей маленькой комнате В которой являются всякие художественные беспорядки Кипсовые руки и ноги, краска, палитра, стены, запачканные красками Приятели, грающие на гитаре И открытое окно, сквозь которое мелькает бедные неба Пискарек был очень робким и застенчивым Но в душе свои носящие искры чувства Готовы в любой удобный момент превратиться в пламя Звезда и толстый палет приводили его в такое замешательство Что он мог невольно понижать сами своим произведениям Он очень любил щеголять Но щегольство это было всегда таким резким И несколько походило на заплату Вы могли увидеть, что на нем отличный фраг И запачканный плащ Дорогой бархатный жилет И все ртук весь в краску Он никогда не глядит вам прямо в глаза А если же глядит, то как-то он будет у меня определенно Это происходит от того, что он одновременно видит и вас И какой-нибудь гирсовую статуе Геркуле Состоящей в моем комнате Или видит картину, которую он еще думает перед вести Он увидел ее на место И подумал про себя чудное Совершенно перучиного Какие глаза, Боже, какие глаза Какие глаза Ее положение И окат лица Чудеса Он хотел, чтобы было побежать, познакомиться Но Бабиня остановился Она должна быть очень знатная дама Один плащ на ней стоит Рублей так восемьдесят Но видение удалялось Светая в вечернем Невском проспекте А упускать такую красоту не хотелось Мордый человек по фраге В плаще Робким и трепутым шагом Прошел в ту сторону Где в доме развивался белый плащ Сердце его билось И он невольно ускорял шаг свой Ему хотелось лишь увидеть Заметить, где имеет жилище Это прелестное существо Которое, как им показалось Слетело с неба прямо на Невский проспект Он внесся так скоро Что беспрестанно Стал в его статуар Заребный господ с людьми бакенбаргами Не слыша, не видя, не внимая Он внесся по следам ее И не заметил Как вдруг перед ним возвысился Четырехэтажный дам Но не вознели это все Он не чувствовал никакой земной мысли Он не был разогрят пламенем Звено страсти Нет, он был в эту минуту Чисто непорочен Как действенный юниша Это доверие Которое оказало ему Слабое, прекрасное существо Это доверие наложило на него Обет строгости рыцарской Обет рабской Исполнять все повеления ее Он не сомневался Что какое-нибудь тайное И вместе важное происшествие Заставили незнакомку ему вериться И что от него верно будут требоваться Значительные услуги И он чувствовал уже в себе силу И решимость на все Идите осторожнее Зазвучал каковый голос И наполнил все жилы его новым трепетом В темной вишене четвертого этажа Незнакомка постучала в дверь Она отворилась И они вошли вместе Женщина, довольная недурной наружности Стремилась к священию в руке Но так странно и нагло посмотрела на Пискарева Что он не больно опустил свои глаза Три женских фигурки Оставили свои глаза Одна раскладывала карты Другая сидела за потопианом И играла двумя пальцами Какой-то жалкой и подождей старинного полонеза Третья сидела в зеркало И расчесывала время Свои длинные волосы И даже не думала Вставить в туалет И уходить из такого лица Какой-то неприятный беспорядок Который можно было встретить Только в комнате холостяка Царствовал во всем Стой непритворенную дверь Перестелся в бок со школи И проснела в игрушку мундира Громкий мужской голос И женский смех Раздавались без всякого преднуждения Боже, куда зашел он Но она стояла И не так же хороша Волосы ее И не так же прекрасны Глаза ее казались Все еще небесные Она была свежа Ей было всего лишь 17 Видно было, что только недавно Наступил ее этот ужасный разрат Щеки ее были И котионом ее мимо Она была прекрасна Фу! Фу! Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Дай этого опиума. Ноги. 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 Ты сиянин билил его сели на диване, поджавших от себя ноги. Ну, что тебе опиума рассказа... Бескарёв рассказал про свою бессонницу. Хорошо, я дам тебе опиума. Только если не красавица, хорошая была красавица. Чтобы очи были большие, как маслины. Чтобы брови были чёрные. Чтобы я сама лежала возле неё и курила трубку. Слышишь? Искарёв обещал всё. О, как хорошо сесть дома у окна светлого деревенского домика. Наряк передышал такой простотой, в которой она облекается мысль в порядок. Прическа на голове идёт. Создатель, как простая прическа и как она идёт к ней. Хорошенькая, я снега глаз, как она кинулась на скромные шеи. Всё в ней скромно, всё в ней тайно, неизнесимое чувство вкуса. Так была я алицозная походка. Это не такая большая, что тут в простеньком платье. Она сказала мне с резонкой, не презирайте меня. Я вам все не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните близко на меня. Разве я способна на то, что вы думаете? О, нет, нет! Пусть тост разрелите подумать! Пусть тост! – Из всех снов, из всех снов, один был лучше всех. Ему представились его же мастер-скаль. И она тут же. Она была уже его женой. Она обогатила в каток свой и в лес осмотрела на его работу. В ее том, на кустал из глазах было время блаженства. Все вокруг Луны слышало рая. «Создатель!» — она склонилась в свою прекрасную головку на гульки. Лучшего стал еще никогда не видел. Его в колорезах нужны странные мысли. «Создатель!» «Может ли кто-то вдруг начинает что-нибудь ужасным неважным случаем бросать?» «Может ли движение души ее склонны к раскаянию?» «Может ли она сама желала бы вырваться из ужасного состояния своего?» «Меня никто не знает. Да и кому-то не принято такое дело. Да и мне до них нет дела. Я... Если ее сторона пойдет в сторону раскаяния, я тогда женюсь на ней. И, верно, поступлю намного лучше, чем остальные, которые женятся на своих ключницах или на таких какварях. Я бы сдачу миру его самое прекрасное украшение. «Ты здесь?» «Мап, зачем вы ушли тогда от нас?» «А я только что проснулась. Меня привезли в шесть часов утра». Корот 앞으로 наowsать. «Не значит, да. И хочетсяousse Selem они из уголок. «Меня нельзя, но мы станем трудиться. Мы постараемся перед пätушным путем перед другим, в результате чаеша сделано заран в вашу жизнь Doesn't happen. «Кди у меня нет ничего приятного. Как мне consigает?» Я буду сидеть за картиной, ты будешь сидеть возле меня воодушевать свои трубы, вышивать или заниматься трубим и поддельным, и мы ни в чем не будем уйти на сказку. Как можно? Я не прачка и не шпия, чтобы стал заниматься работой. Он бросил собор. Его лук помутился, не видя, не слыша ничего. Бродил он так везде. Никто не мог знать, учевал он где-нибудь или нет. Только на другой день, когда глухом из Димка зашел он в свою квартиру. Глент. Он в разном виде, с достопанными волосами, с дизлоками безумия на улице. Он в зеркале со своей комнатой никого не отпускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и дверь была все так же запрета. Спустя неделю, дверь наконец-таки выломали. Бросили с дверя, оброчили звать его, никакого не было ответа. Наконец выломали дверь, нашли труб его. Без дыхания, он вкрук его. И ясный горлый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как чудно устроен мир наш, как странно, как непостижимо играет нами судьба наша. Все обман, все не то, чем кажется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты спроси, Ноченька, в квартиру майора Ковалева. Мадаму. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Брыс! Идите отсюда! Зеркало твой заберите! Так, вот так вот. Хорошо. А теперь брыс! С РАЗАВИЗМЕНТЫ ЛАЙ ПО ДВЕРЬ С РАЗАВИЗМЕНТЫ Нет. Дезurrection Τжей С 먹을 loin. АПЛОДИСМЕНТЫ ЕМAgОВА. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Прощайте. Искренне признаюсь я от всего сердца, мне нигде не было такого радушного пригрома. Прощайте, Анна Андреевна, прощайте, моя душенька Мария Антонина. Удивительное дело, господа. Чиновник, которого мы все приняли за ревизора, был не ревизором. Как не ревизор? Как не ревизор? Николай Васильевич Говаль, ревизор. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы его хотели уже заблять. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как вот сюда? АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сядь красивая. Девять часов утра, отправляюсь я каждый день в свою должность и пребываю там до трёх часов. В половине четвёртого я и... не дёргайся. В половине четвёртого я и... и занимаюсь живописью. Которым ты никак не можешь отказаться. Снять. Занимаюсь живописью, тем более там есть чем совершенствоваться. И тем более я знаком со многими художниками. Что там всё за лёгко? Как они такие? Узнавши их, нельзя отвязаться от них на вилке. Нет, потом. А в чинах и помыться не надо. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Хотя некоторые из них статки... статские и действительные советники. Во! А в классе... Которые ты посещаешь три раза в неделю всего? Да. Просижу я там два часа. Семь часов прихожу домой. Почему? Нет. Я иду к кому-нибудь из своих приятелей, потому что приятели у меня далеко не могут. Чш-ш-ш-ш-ш. Вот. Где она? Даже не похож на меня. Вылитый ты. Себя рису. Да, да что ты? Ну посмотри, получше так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Это был старик с лицом бронзового цвета, черты которого были смачены в минуту судорожного движения. У меня, как на менее всего, были глаза. Казалось, их употреблю все старательное отчаяние в своих художниках. Они просто бледели, как будто разрушая гармонию портрета со своей странной жизнью. Пламенный полчим был запечатлен. Портрет, казалось, был не окончен. Впечатлены почти и то же произвели они в народе. Люди, стоящие вокруг, вскрикнули «Белетит! Белетит!» А что ж, возьмите портрет. А сколько? Да что ж за него дорожиться? Три четверточка дайте. Недавно. Да что ж дадите? Двух гривен. Эх, какую цену завернули? Да за двух гривен и одной рамки не купишь. Ладно, вы наш первый покупатель. Пропадай, картина. Зачем я ее купил? На что на ней? Никита, открывай! На что я завтра буду обедать? Займи-то и никто не даст. Никита! Никита! Алла! Подай свечу! Нет свечи! Как нет? Витя вчера еще не было. Да вот шахазяин был. Приходил за деньгами. Знаю. Да он же не приходил. С кем? Не знаю с кем. Какой-то квартальный. А квартальный зачем? Не знаю зачем, говорит за квартиру не плачет. И что, с того выйдет? Не знаю, что выйдет. Когда не хочет, так пусть говорит сейчас. Я тебе лечу завтра. Э, приходит. Смотри, брат, у тебя есть талант. Трюшно будет, если ты его покупаешь. Но ты не цепили. Тебя одно что-нибудь заманит. Одно что-нибудь тебе полюбится. Ты им занят. А прочь у тебя дрянь, прочь у тебя нипочем. Ты же глядеть на него не хочешь. Смотри, чтобы тебя не пошел в воду, как визит. А тебе я теперь уже, чтобы начинаю слишком бойко кричать краски. Сынок, у тебя не строго. Но хочешь все вовсе слабый. Линия не видна. Ты гоняешься за модным освещением. Из-за тех, чтобы ее накидывать глаза. Смотри, гриби. С себя уже начинает свет тянуть. Вижу у тебя на шейную на чекольский платок. Для обусловка. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки. Портретики за деньги. На этом купится, а не развертывается талант. Тель пить. Обдумывая всякую работу. Профессор был отчасти прав. Иногда. Иногда хотелось точно нашему художнику гукнуть, щегольнуть. Словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том, он мог взять над собой власть. Временами, принявшись за кисть, он мог сидеть, а не отрываться от нее часами. А отходить только как от прекрасного премьерного сна. Пусть его развивался заметно, еще не понимал всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстротой, широкой кистью глида. Останавливался перед портретами Тесана, восхищался фломанцами. Иногда становилось ему досадно, когда он видел как живописец, француз или немец. Иногда даже вовсе не живописец по призванию. Одной только боеписью кисти, приющей замашек. Производил себе вмиг денежный капитал. Да, терпи, терпи, есть же наконец и терпению конец. А на что я завтра буду обедать, а? Взаимы-то ведь мне никто не дает. А поднеси, а продавать все мои картины, да за них за 7 и 2 гривен и дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую. Каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь и что польза? Здесь все сплошные. Этюды, попытки. Да и конца не будет ли? Да и кто купит, не зная меня по имени. Да и кому лишь нужны рисунки из антиков со знатурного тороса. Или... Или моя неоконченная любовь к психеи. Или пейзажная комната. Или портрет моего Никиты. Хотя он права, лучше портретов каких-нибудь модных живописцев. Ах! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, какой ужасный кошмар. Что я мучаюсь, как ученик, копаюсь над азвукой? Хотя мог бы быть ничем не хуже других. И зарабатывать так, как они. Быть деньгами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, тебе много раз толковали разбирать кое-какие твои стороны. Но главного существа твоего не определили. Он увидел один только Пушкин! Он мне всегда говорил, что еще ни у кого не было такого дара. Так четко осуществить пошлость жизни, так ярко очертить пошлость пошлого человека, что вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы прямо в глаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не стройте из меня свой идеал писателя. Вы ошибетесь, подобно всем тем моим приятелям, которые создали из меня свой идеал и требовали, чтобы я ему соответствовал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело твое легче и проще, по которому должен подруг всякий человек. Дело твоя душа и прочее дело жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!